Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Амдерма идет с опозданием на один месяц. Об этом доложил глава администрации Заполярного района Олег Холодов на совещании при главе региона. Строительство ФОКа началось еще в 2010 году, а сроки сдачи переносились не один раз. Причиной задержки заказчик называет погодные условия. Несмотря на это, срок сдачи объекта остается прежним – декабрь 2018 года. ФОК в Амдерме подрядчик должен был сдать еще в ноябре 2011 года. После этого сроки сдачи объекта переносились несколько раз. В итоге по инициативе заказчика контракт был расторгнут, а в отношении подрядчика до 2015 года велась претензионная работа. В конечном итоге организация, затянувшая стройку, была признана банкротом и ликвидирована. На данный момент работы на стройке ведутся согласно условиям контракта и графика производства работ, правда с опозданием на месяц. Следующая точка, это конец апреля, должна быть собрана коробка. К концу апреля она собрана не будет. Претензия направлена с предупреждением войти в график. И на начало мая вызван руководитель фирмы «Штадои» посмотреть их предложение по ускорению строительства, чтобы войти в график. Еще один строящийся объект – школа-сад в поселке Бугрино. Строительство социального объекта на 80 мест в островном поселке началось еще в 2012 году. Сейчас в центральной части Бугрино возвышается каркас трехэтажного здания. Исполняя поручения главы региона, централизованный стройзаказчик подготовил техзадание на проектирование школы-садов Бугрино. Департамент образования, культуры и спорта Ниньского округа его согласовал. 16 марта департаментом образования, культуры и спорта было согласовано техническое задание на проектирование объекта школы-садов в поселке Бугрино. В техническом задании мы предусмотрели проектирование объекта из модульных быстровозводимых конструкций. Здание школы-сада рассчитано на 9 классов, выполняя ваше поручение сделать сам основную школу. 9 классов комплекта по 10 человек и 3 групповые ячейки детского сада, наполняемость по 15 человек. На сегодняшний день готов только проект здания. Строки начала строительства пока неизвестны. Александр Цибульский поинтересовался также у Ильи Иванкина, когда будет организован досуговый центр для молодежи при библиотеке в поселке Красное. Но ответа не получил. Не определены и сроки начала капитального ремонта детского сада в поселке Красное. Деньги на ремонт в размере 60 миллионов рублей в бюджете округа на этот год заложены и будут утверждены на ближайшей сессии, после чего останется провести конкурсные процедуры.